всем привет с вами Антон Колбаскин и сегодня вторая часть моих видео о том что не так с цифровой звукозаписью куда пошла эта индустрия и почему конечный результат хуже того результата который был в 50-е в начале 60-х многие из вас могут подумать Колбаскин да что ты какой-то хрен с горы что тебе верить ты вообще не пойми кто непонятно откуда вылез и будут правы но они могут послушать такого человека как Кевин Грей значит Кевин Грей мастеринговый инженер известный тем что отмастерил 100 альбомов которые вошли в топ-10 включая работы таких артистов как Grateful Dead Билли Джоэл Ху также работал над альбомами Бич Бойс Джон Байес кучу саундтреков кучу всего на мастере победителя там грэмми это без dance recording это хрень собачья Мадонна 1999 год и Шерд 2000 год оба этих альбома кстати мне нравятся вот чувак вот он работает как мастеринговый инженер с 18 лет уж поверьте он слышал всю аппаратуру которая только была за это время сделана то есть уж кто кто а он наслушался я вот единственное что не помню в каком году он родился ну дядька в возрасте значит на старости лет как некоторые сейчас подумают впал в маразм ха 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 да он основал собственный лейбл вот причем все оборудование у него там ламповое и микшер он сам собирал ламповый потому что его тупо не купить вот она это видео вот он вот он на маразматика не похож и в этом видео он рассказывает что он все мечтал мечтал собрать студию которая бы давала такой эффект как было в 50 и 60 и годы в результате у него вся его конструкция ламповая вот он показывает свой мастеринговый пульт у него магнитофон студер c37 который он не переделывал на 60 герц он у него работает на скорости там 17 5 по моему не знаю вид вот он c37 на 80 по моему с кастомной ламповой электроникой короче видео очень интересно и вы можете да вот видите у него на 80 усилителя c37 стоят видео это будет в описании под видео моим вы можете его посмотреть собственно к чему я все веду вся современная звукозаписывающая индустрия она работает на цифровых приборах цифровые приборы которые применяются да они как правило эмулируют аналоговыми приборы то есть например чтобы там придать миксу теплоты загоняют микс в в ст плугин какого нибудь магнитофона там вы можете выбрать тип ленты там уровни крутить этот цифровой цифровой эмулятор магнитофона вам там нагонит и гармоник и шумов ленты и мягкое вот это ограничение все там будет но будет звучать это все хреново у нас здесь в стране логово неких людей которые таким образом гоняют оцифровки которые они качают либо с hd-трак либо с high-definition tape transfers либо берут просто сидюк гоняют его через эти виртуальные магнитофоны и выдают это потом людям как копию мастер-ленты естественно звук там тухлый чему я веду любая эмуляция какого-либо прибора и ребята которые с ушами в студиях работают они с этим согласны это всего лишь некое приближение потому что эта эмуляция основана на некой математической модели которая имеет свои ограничения но это как расценивать что вот у вас есть рука но это обращение к мужчинам да это в некотором роде эмулятор женщины и вот примерно такое такое же такая же разница между железным прибором и его эмуляции в виде плагина вот плюс люди которые сейчас занимаются звукозаписью подавляющее их большинство они выросли в этом странном мире где используется компрессия с потерями где куча непонятно и ручей музыки там с бешеным клиппингом из-за войны громкости да и не все деформированы и только вот такие вот чувачки чуваки ну вот они продолжают что-то как бы на себе тянуть если вы не владеете английским языком видео на ютюбе можно посмотреть с субтитрами на русском либо если вы ленивый не хотите читать вы можете через яндекс браузер как-то посмотреть вообще в переводе языковому у меня яндекс браузера нет я не доверяю компании яндекс вот но у кого-то может и есть кому-то может быть полезно то есть к чему как говорится conclusion заключение индустрия звукозаписи апопсела сейчас любой чудик с телефоном там я не знаю со звуковой картой с каким-нибудь миди контроллером может писать музыку и выпускать качество самой музыки очень сильно упала качество музыкального образования в по большей части тоже упала он вокалисты даже не стараются автотюн все решит да если голоса нет то его там вытянут динамическими обработками и так далее вот так вот мы имеем что имеем но не все так плохо талантливые музыканты есть талантливые вокалисты и вокалистки есть но вот теперь надо их заставить как бы записаться на на аналоговой студии кстати у нас в стране есть в кирове аналоговой студии михаил мамонов называется smart аудио рекординг я с ним общался в ноябре на выставке в москве я задал бы вопросами вот у него там есть запись хаммонда чуть-чуть за хаммонда это цифровой игра чё так когда у меня было говорит то ли два то ли три полноценных электромеханических я их подарил подарил кстати нашему общему товарищу эти хаммонды где-то тут не относительно недалеко от меня но я не знаю в каком они состоянии на органе играть не умею если пригласят послушать понажимать кнопки педали особенно такие я конечно не отказался потому что я большой фанат джимми смита и того что он творил на хаммонде ладно это все лирика смотрите видео по ссылке в описании а с вами был антон колбаскин для некоторых какой-то хрен с горы ну ладно пока пока до новых встреч